Приветствую вас, я не читал всю тему вашего вопроса, вот, за что прошу меня заранее извинить, потому что тут у вас 4 страницы, мне кажется, что это было бы сильно долго, кроме того, в первом сообщении достаточно подробно все описано, на мой взгляд. Вот. И, соответственно, вполне можно, значит, на это ответить. Итак, отвечаем на ваши вопросы. Значит, вы пишете, образ отца преследует меня в отношениях с мужчинами. Это нормально. Если незавершенные отношения с отцом, если они болезненные, если они, вот, причиняли боль, то, естественно, что в мужчинах вы видите отца, ну, просто потому что... Так работает анимус. То есть, первичный такой мужской образ в жизни, в психике каждого из нас. Вот. Вы спрашиваете, что делать, Эрика? Что делать, чтобы что? Вы пишете, как проработать отношения с ним, как принять его несовершенство, как прекратить воспроизводить похожие ситуации, какие похожие ситуации, что вы... Что вы подразумеваете под воспроизведением похожих ситуаций и с кем? С мужчинами. То есть, это... Если это так, то это уже имеет место быть определенный сценарий, из которого вам нужно выходить из действий, как правило, работают в контексте транзактного анализа. Нужно ли для этого общаться с ним, спрашиваете вы вообще, насколько будет полезно, если я ему все выскажу. Понимаете, это все вопросы, но непонятна цель, какая цель. То есть, вы говорите, значит, вы хотите избавиться от образа человека, чтобы образ больше вас не привожил. Это одно. Если вы хотите отношения с мужчинами наладить, это другое. Если вы хотите, например, принять себя и почувствовать себя любимой, ну, более любимой, чем, например, сейчас, это третье. То есть, вот, в зависимости от того, какая у вас цель, есть разные направления работы, разные подходы, разные методы и так далее. Дальше. Как проработать отношения с ним? Ну, как правило, через транзактный анализ это происходит, через транзактный анализ и через психодраму. Дальше. Принять все его несовершенство и прекратить воспроизводить похожие ситуации. А вот как принять его несовершенство? Интересный вопрос. А почему вы считаете, почему вам сложно принять его несовершенство? То есть, все люди являются несовершенными. Почему именно ваш отец, по вашему мнению, должен быть совершенным? То есть, вы, получается, его до сих пор идеализируете. То есть, вы, получается, до сих пор не смотрите на него, как взрослый человек. То есть, вы, получается, воспринимаете его, как ребенок. То есть, если вы его воспринимаете, как ребенок, то, вероятно, речь идет о неких ваших потребностях. Речь идет о некоторых ваших желаниях, которые вы не удовлетворили. И удовлетворение которых вы, по инерции, из детского состояния ждете от отца. Вот. Задебо, по сути, не принять собственной ответственности за то, что вы хотите. Например. Дальше. Прекратить воспроизводить похожие ситуации. Опять же, а что вам это дает? Это вам дает чувство обиженности. Это вам дает чувство жертвенности. Это дает вам ощущение того, что вы, там, ну, что вы несчастны. Потому что вам нужно пожибеть. То есть, здесь речь идет о вторичной выгоде, как правило. И момент вторичной выгоды нужно раскрывать. То есть, ну, вот в том смысле, да, что если вы воспроизводите похожие ситуации, значит, это вам нужно для чего-то. Это вам именно для чего-то нужно. То есть, мы здесь не будем говорить о том, правильное это, неправильное это и так далее. Мы об этом говорить не будем. Мы говорим именно о том, что вы это делаете, потому что хотите. И вот момент, который вам желательно для себя определить, это с чего вы хотите. То есть, определить вторичную выгоду. Вы это можете сделать сами, проанализировав, что вы получаете в результате, вот, воспроизведения ситуаций похожих. Или вы можете это сделать с специалистом, который вы выберете на нашем сайте. Дальше. Нужно ли для этого с ним общаться? Ну, опять же. В контексте транзактного анализа, вы с ним пообщаетесь со специалистом. В контексте транзактного анализа, вы с ним пообщаетесь со специалистом, вот. В контексте транзактного анализа, возможно, вы специалист, особенно если в качестве его будет мужчина, вы и так будете взаимодействовать с отцом. Ну, через, вот, мышскую фигуру, скажем так. Ну, вот. Так что здесь общение так или иначе будет. В отличие от других мужчин, специалист, психолог, он сможет дать вам, вероятно, ту обратную связь, которую, ну, которая поможет лучше понять себя. Зачастую, зачастую я рекомендую высказать что-то отцу, ну, родителям. Причем, я рекомендую высказать именно, потому что человек этого хочет сам. Не потому что, там, можно что-то доказать, да, родителям что-то показать родителям и так далее. Так что, да, возможно, возможно, возможно. Насколько полезно будет, если я своему выскажу? А вот какую пользу вы хотите получить, какую пользу вы хотите получить от высказывания чего-либо отцу? Вот я думаю, что ошибка ключевая в этом, что пользы никакой быть не может. То есть, отец ваш, он, ну, скорее всего, он ничего не изменит в себе, и он, скорее всего, и не считает, что должен что-то менять. Он, скорее всего, даже, ну, если он захочет что-то изменить, он не получится это сделать, в принципе. Вот, так что, тут, конечно, ну, такой вопрос, на мой взгляд, довольно важный и значимый. Так что, определитесь со своей целью, и после этого уже можно будет работать. Прорабатывают соотношения, вот, с точки зрения психотерапии, ага, прорабатывают соотношения через переживания, иногда повторные переживания, и изменение своего отношения к ним, изучение этих самых переживаний, вот, исследования этих самых переживаний, на чувственном уровне, опять же, вот, и, соответственно, коррекция своего поведения. В результате изменений. Такая вот история. Точно можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...